МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До середины XIX века Канн был обыкновенным поселком рыбаков. Из памятных исторических фактов здесь можно отметить только стоянку Наполеона. Блестящее будущее Канн началось с несчастья, эпидемии холеры. Бежавший от нее некий лорд Броухэм, канцлер Англии в то время, остановился с больной дочерью на склонах Алма-Шевалье. Лорд с первого взгляда оценил все целебные свойства местного морского климата и великолепные пейзажи вокруг. Когда дочь выздоровела, лорд решил основать здесь курорт. В ее честь построил замок и назвал его Элеонора. К сожалению, это красивое имя не стало названием города. Сохранилось прежнее – Канн, означающее «тростники», заросли которого покрывали берега моря в то время. Слухи о целебном месте быстро распространились среди английской аристократии. К 1870 году здесь уже было 35 отелей и 200 вилл. Окрестности Канн вместо камыша и тростника заросли соснами и эвкалиптами. Мягкий и целебный климат привлек сюда много отдыхающих из Туманного Альбиона и из севера Франции. Но блестящее настоящее Канн началось более полувека назад, когда здесь решили устроить международный фестиваль кино. Никто тогда и предположить не мог, что от былой рыбацкой деревни не останется и следа. Место рыбацких лодок займут дорогие яхты, а цены на недвижимость взлетят до небес. С тех пор прошло 60 лет, и в историю мирового кино вписана эпоха Каннского кинофестиваля. Попасть в Канн, не победить, а получить возможность показать свой фильм – уже достижение для любого кинематографиста. Подняться по знаменитой Каннской лестнице, появиться во вспышках фотокамер на фоне всех мировых звезд – цель, оправдывающая любые затраты. И не важно, что Канн – это коммерческий пафос, буржуазность, а порой даже некая надменность. Ведь Канн – высший свет кино, а упомянутые недостатки свойственны любому высшему обществу. Из морского климата, солнца, светских раутов и высокой моды французам удалось создать увлекательную игру, за которой каждый год с интересом следит весь мир. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Открытие первого международного кинофестиваля в Кане планировалось на осень 1939 года. По идее организаторов кинофестиваля он должен был представлять альтернативу кинофестивалю венецианскому попавшему под влияние официальных нацистских властей. Программа была готова. Почетным председателем жюри назначен Луи Люмьер, изобретатель кинематографа. В программу были включены американский фильм «Волшебник страны Оз», советский фильм «Ленин» в 1918 году. Открытие должно было состояться 1 сентября, однако именно в этот день началась Вторая мировая война. Открытие было отложено, и первый Каннский кинофестиваль состоялся лишь осенью 1946 года. На конкурс было представлено 46 фильмов. Один из них получили главную награду – Гран-при кинофестиваля. Первый Каннский кинофестиваль принес 6 премий советским фильмам, в том числе Гран-при «Ленте Великий перелом» Фридриха Эрмлера, приз за режиссуру Михаилу Рому «Человек номер 217», Гран-при за лучший документальный фильм «Берлин» Юлия Райзмана, приз за цвет «Каменный цветок» Александра Птушко. Международные кинофестивали в то время не были еще повсеместным явлением, но все же в некоторых столицах пытались организовать что-то свое. У одних праздник кино получался академичным и скучным, у других раздача призов носила слишком тенденциозный характер. Первый Каннский фестиваль удался. Он совместил в себе требования гостей и устроителей, легкость праздника с серьезностью по коду жюри к отбору фильма. Курорт располагал к приятному времяпрепровождению. Кроме того, обнаружилось еще одно преимущество организации кинофестиваля в провинциальном местечке. Весь город был охвачен праздником, в то время как ко всему равнодушные столицы, все повидавшие превращали это событие в рядовое обычное дело. За первым фестивалем последовал второй, и вскоре маленький городок стал известен всему миру. Однако на ноги фестиваль начал становиться лишь в 1947-м, когда перешел под крыло новообразованного правительственного национального центра кинематографии. Но фильмы в конкурс еще довольно долго выдвигались странными претендентами, причем чиновники следили, чтобы никто не уехал без наград. Так что фестиваль был не столько киноконкурсом, сколько кинофорумом. В 48-м и 50-х годах его пришлось даже отменить из-за нехватки средств. Но через два года муниципалитет наконец построил фестиваль-дворец, который служил ему домом три десятилетия. Но время шло, и он уже не отвечал запросам новой эпохи. Пришлось его снести. Теперь на том самом месте высится отель «Хилтон». Форум приобретал широкую известность и продолжал привлекать кинематографистов с мировыми именами. Самых высших наград здесь удостаивались Орсен Уэллс, Жак Кусто, Уолт Дисней, Ингмар Бергман. Не хватит и целого фильма, чтобы перечислить все имена прославленных кинематографистов. В 1954 году произошли перемены, которые изменили имидж Канн навсегда. Парижский ювелир Сюзанна Лозон предложила, чтобы награды фестиваля включали в себя мотив пальмовой ветви, так как это дерево уже было фирменной маркой города. Легендарный французский режиссер Жан Кокто, друг Лозон, быстро набросал эскиз пальмовой ветви. И в следующем, в 1955 году, высшая награда фестиваля, международный гран-при, была переименована в «Золотую пальмовую ветвь». Эту награду мечтает получить любой кинематографист. Это признание и пропуск в мир кинославы. В 1998 году известный своими ювелирными коллекциями дом Шапар стал официальным партнером международного кинофестиваля в Канне и, в частности, обновил дизайн «Золотой пальмовой ветви», изготовив ее новый вариант. Каролин Грусси Шофель пересмотрела дизайн, поставила свой собственный штрих на призе. Таким образом, вы видите новую версию пальмовой ветви, которая является очень престижной наградой. На данный момент ей 60 лет. Шопар несколько изменил ее и подкорректировал дизайн. Она освещает Канн искристым дождем из золота и славы. Кто-то называет ее «величественной», другие преклоняются перед ней. Чарующая выразительность и совершенные миниатюрные пропорции. Сделанная из 18-каратного желтого золота, она весит всего лишь 111 граммов. Она смотрит на мир с высоты своих 16 сантиметров, на пьедестале из горного хрусталя изумрудной огранки. Она – олицетворение успеха. Каждый год дом Шопар изготавливает три золотые пальмовые ветви. Данный приз был готов за три дня до открытия Каннского кинофестиваля. Над ним работали 40 часов. То, что мы сделали на сегодняшний день, так это добавили нечто, что символизировало бы наш мир. На основании из горного хрусталя в форме очень красивого бриллианта изумрудной огранки мы поместили пальмовую ветвь. Сама ветвь выглядит практически так же, как ее первоначальный вариант. Единственное, что ее дизайн претерпел небольшие изменения, особенно вот здесь. Кончик пальмовой ветви сделан в форме сердечка, что является символом дома Шопар. В руке очередного победителя она будет сиять тысячами пламенных отблесков. Она – магический талисман, который привлекает к себе все внимание и является предметом страсти мира кино, в котором она символизирует обещание бессмертия. В 1958 году «Золотую пальмовую ветвь» вручили фильму «Летят журавли» Михаила Калатозова. Это был триумф советского кино, который больше не удалось повторить ни одному фильму из СССР. «Летят журавли» Михаила Калатозова. И вот в юбилейный 2007 год «Золотая пальмовая ветвь» за лучшую мужскую роль досталась российской ленте Андрея Звягинцева «Изгнание». После двух «Золотых львов» Венецианского кинофестиваля Звягинцев покорил Канн. «Летят журавли» Михаила Калатозова. 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 потом куда-нибудь попав он мечтает о том чтобы попасть непременно в конкурс и конечно же каннского например фестиваля далее он полагает так что он непременно должен получить пальмовую ветвь а после этого он полностью убежден в том что он просто непременно должен попасть на оскар и вот это вот это путешествие такое виртуальное этого режиссера ведет в никуда это это очень опасно опасное путешествие целью твоей целью должен быть фильм и если твой твоей целью является фильм то ты в правильных отношениях самим собой с тем что ты делаешь если твоей целью становится вот это все то пиши пропало вот я бы так сказал поэтому и вот эти все рассказы которых мы с вами я делился с вами в венеции это конечно такая ребяческая такое такое задорное такое почти детское какое-то такое игра была я вот так сказать я говорил ваня юрыване паканской лестнице пойдешь тебе будет стыдно эти паканская лестница если ты вот так как ты сейчас сыгрался играешь им да да давай еще дубль давай ещё давай ещё это была просто фигура речи и не более того но безусловно я уже говорил про господина endo который об этом мечтает любое об этом мечтает но нужно помнить нужно помнить что главное для тебя должно быть главным должен быть для тебя фильм Возвращение с успехом прошло в европейском прокате, получило еще 38 наград и бокс-офис в 8 миллионов долларов. Естественно, поклонники с нетерпением ждали второй картины Звягинцева. Победитель Венеции 2003 года представил в Канне свою новую работу. Я не могу сказать, что это трудно давалось, потому что при всем том, что, конечно, это все тяжело, работа, испытания, эти муки, но счастье, которое ты испытываешь, когда ты это делаешь, счастье, которое ты переживаешь, совместное вот это счастье творения, счастье творения, когда твой замысел вдруг превращается в реальность, в плоть, это ни с чем не сравняется. Ты готов отдать все, все свои силы, весь свой труд, все свои мышцы, кровь, но только получать это наслаждение. Это счастье, абсолютное счастье делать кино. Вот я бы так, скажем, растрогался немножко. Звягинцев выдержал проверку вторым фильмом. По сути, он создал свой особый стиль, свой кинематограф. Как и возвращение новая лента, а в ее основу положена повесть писателя Уильяма Сараяна, сценарий Артема Мелкумяна, притча, действие которой разворачивается вне времени и простория. Фильм снимался в Молдавии, Франции, Бельгии, чтобы избавиться от читаемых географических ориентиров. Если в возвращении Звягинцев исследовал отношения между отцом и сыновьями, то здесь главный конфликт происходит между женой и мужем, женщиной и мужчиной. Алекс, его сыграл Константин, вместе с женой, Верой и двумя детьми покидает город и перебирается в загородный дом. Там, со слов Веры, он узнает о ее беременности и о том, что ребенок якобы не от него. Алекс любит жену. Эту роль мастерски воплотила великолепная шведская актриса Мария Боневи. Что делать, как поступить? Решение, которое принимает Алекс, приводит к катастрофе. Он настаивает на аборте, и его брат Марк привозит врачей. Под утро Вера умирает, но по иной причине. Она приняла смертельную дозу снотворного. Когда я смотрела фильм «Здесь» на премьере, я чувствовала, что это праздник жизни, даже несмотря на обилие темных красок. Ведь должно быть две стороны – и тьма, и свет. Я думаю, что во многих отношениях это о мечтах. Сперва у Веры и Алекса все было великолепно, они были очень близки. Но прошли годы, они отдалились друг от друга. Она все еще живет воспоминаниями об их счастье. И я думаю, так часто бывает, что ты пытаешься вернуть себе то, что у тебя было, но это так тяжело, ведь жизнь не такая уж простая. Она очень сложная. Я не знаю. Я думаю, что это очень правдивый фильм. Потому что она жизнь, и о том, какой тяжелой она может быть, и о том, как найти путь взаимопонимания. То, что она является собой в этом фильме, это какая-то невероятная выразительность, экспрессия, и просто грандиозная сила. Женская сила какая-то, просто сшибающая. И то, что сделала она здесь, согласитесь, это совсем другая история. То, что она сумела сделать с собой, это мужественный поступок. Отказаться от выразительности, уйти вовнутрь, отказаться в принципе от выразительности тяжело. Актерская природа – это природа эксгибициониста. Он наслаждается, он рад тому, как на него смотрят, он от этого получает энергию. И вот эта его выразительность, это его хлеб, это его кровь, он по-другому не может. И тот актер, кто отказывается от этого, кто становится травой, а не является цветами, понимаете, становится невидимым, незримым. Мне кажется, это мужественный поступок. Это какой-то, это акт, акция такая, отдельная акция. Отказаться от выразительности, замолчать. Мария Буневи впервые была замечена критиками и зрителями, сыграв большую роль в фильме «Билли Аугуста. Иерусалим». Ее англоязычный дебют состоялся в фильме «Тринадцатый войн», в котором ее партнером был Антонио Бандерас. Буневи – одна из самых популярных актрис Королевского театра драмы в Стокгольме, на сцене которого она не раз появлялась в постановках Ингмара Бергмана. Но у Андрея Звягинцева она покорила в фильме «Я – Дина». С этим фильмом она впервые была на Каннском кинофестивале, и вот сейчас – новое впечатление. Я чувствовала себя очень счастливой, стоя на красной дорожке вместе с Андреем и Костей. Мы поворачивались вокруг, стоя на вершине лестницы, а внизу стояли остальные участники фильма, и меня это весьма тронуло. Это был очень счастливый момент. Но, конечно, это разные вещи. Мы можем быть так счастливы здесь, потому что мы усердно работали над этим фильмом, и Андрей и его окружение посвятили ему очень много времени. Но это разные проявления счастья. Однако здорово быть здесь и по-настоящему испытывать счастье. Знаете, ведь можно испытывать стресс или нервное напряжение, не управлять оказываемым давлением, но вчера я действительно испытала чувство благодарности за то, что я могу быть здесь. После этой роли я хотела бы сыграть очень эмоциональную, экспрессивную роль, очень счастливую роль. Это, конечно, может быть что угодно, но, возможно, что-то более эмоциональное, в чем-то сумасшедшее было бы живительным для меня. Снова возродила бы меня, вернула к жизни. Ну, некоторые пижоны говорили, я где-то слышал, что, ну, что такое Канн? Это деревушка. Я бы так не сказал. Вот я бы не сказал, что это деревушка. Деревушка, скорее, Кагул или Вулканешты. Это там, где мы снимали в Молдавии. Водитель, который нас возил, значит, когда мы искали натуру, я говорил ему, значит, Боря, Боря, скажи, а этот поселок, когда мы проедем там, а в Вулканештах я говорил, там что будет за этим вот поселком-то? Я сказать, через Чихмякёй он останавливал машину. Ну, почти. Я сейчас немножко мифологизирую всю эту историю. Он останавливал машину и говорил, это город, говорил. Так что, что такое Канны? Ну, вот Канны, Канны это, я повторюсь, я тут уже изобрел эту фразу, она мне кажется интересной. Конечно, Канны – это Мекка для паломника, который служит божеству. Божеству – это кинематография. Я в этом убедился здесь, это совершенно уникальное место, это бесспорно, это так. Венеция – это моя родина, я там родился, это мое второе рождение. А Канны – это, ну, что-то другое, другое событие. Я пережил интересное впечатление вчера. Я никак не думал, что это так будет, как это было на лестнице. Вот это вот торжественность и медленность происходящего, пока мы поднимались, выходили, как вышел директор фестиваля и почти в рапиде протянул руку. В этом я вдруг, я в какой-то момент вдруг ощутил это как почти ритуальное действие. Почти ритуальное действие. Это похоже… Он был похож на жреца. Это было какое-то действительно невероятное впечатление, очень-очень-очень волнующее и очень торжественное. В Венеции другое торжество. Там какое-то другое было впечатление. А здесь вот я это ощутил. Это какой-то необыкновенный опыт такой интересный. Я вдруг понял, что этот протокол, который здесь все многие ругают, что он правильный. В этом есть что-то невероятно точно и правильно сделанное. И эти люди, которые осуществляют свое, по большому счету, служение. Ты обижаешься на них, что они куда-то тебя не пускают. Но они очень правильно делают. Традиции необходимо хранить. Это должно быть так. Обижаются люди или не обижаются, что им нужно быть в бабочке. Но это так. И если уж ты приехал сюда и здесь находишься, будь любезен. Будь любезен. Сделай так, как просят эти люди. Вот и все. Либо не приезжай сюда. Показываю фильм вулканештах. После показа фильма Андрея Звягинцева на набережной Круазет была устроена традиционная вечеринка-прием по случаю премьеры. В честь Марии Баневи был устроен грандиозный фейерверк. Кстати, шведская актриса была фаворитом на получение золотой пальмовой ветви. А Константин Лавраненко был в тени. Но жюри решила отметить именно мужскую роль. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому